Приветствую тебя! Это обзоры от Mob.ua и я Трэш. Сегодня мы поговорим о новом платформере Stealth Buster Deluxe. Хотя сама игра вышла еще в 2011 году как бесплатное приложение для PC и macOS, на платформе Android она появилась лишь сейчас в виде доработанного коммерческого издания с пафосной приставкой Deluxe. Как тебе уже наверное стало ясно из первого слова в названии игры, Buster Deluxe представляет собой стелс аркаду в духе первых Metal Gear Solid. Вторым же словом в названии разработчики как бы намекают нам на все эти грязные ругательства, которые по законам жанра будет вопить игрок этой замечательной аркады. Ну, после очередной провальной попытки. Сюжет повествует нам о некой зловещей корпорации PTI Industries, которая использует в своих жестоких экспериментах, клонов-испытателей. Не правда ли, чем-то это напоминает старый добрый портал? Хотя здесь и нет ехидного компьютера Глэдос, свою порцию хорошего троллинга ты получишь. Особенно это радует в виде издевательских надписей на стене. Ну, после очередного неудачного прыжка. Геймплей Buster Deluxe на первый взгляд подобен прочим стелс играм. Все те же скрытые перемещения по теням и укрытиям, за исключением одного. Здесь это нужно делать очень быстро. Каждый из уровней – это одна из бесчисленных комнат смерти в огромной подземной лаборатории. Наша цель – незаметно пробраться сквозь бесчисленное количество камер наблюдения, датчиков шума и других устройств слежения к главному компьютерному терминалу, взломав который мы сможем перейти на следующий уровень. Но все это было бы слишком просто. Спокойно отсиживаться в тени или каком-нибудь другом укрытии, как в Mark of the Ninja, здесь не выйдет, поскольку заботливая компания PTI Industries для своих клонов напихала в испытательные камеры кучу смертельных штуковин. Хотелось бы отдельно отметить механику укрытия, а также реакцию на степень освещения очков нашего протагониста. Находясь в темноте, герой становится невидимым. В том случае очки отсвечивают зеленым. Прибывая в слабом свете и частично заметным для системы слежения, очки светятся оранжевым. Но если же герой находится в ярком освещении и полностью заметен, очки сигнализируют красным. С каждым уровнем система слежения и смертельных ловушек будет становиться все более изощренной, а времени между шагами будет становиться все меньше. В итоге успешное прохождение уровней превратится в цепочку совершенно отчаянных перебежек, между которыми расставлены тормозящие тебя препятствия. Со стороны это станет выглядеть невероятной последовательностью совершенно безумных для постороннего глаза сигзага, секунда промедления в которых означает неминуемую гибель. А умирать здесь придется часто, но благо система респаунов расставлена гуманно. Так что тебе не придется после каждого неудачного прыжка перепроходить по полуровня, как в старых хардкорных аркадах. Десятки попыток, куча загубленных жизней и море крови, прямо как в Супер Мэтт Бой. Даже при выходе из телепортов героя будет каждый раз разрывать лазер или расстреливать автотурель, что заставит тебя провести не одну минуту, просчитывая безопасную траекторию вхождения в опасный телепорт. При этом будет чревато забывать про основные правила стелса. Как видишь, в Buster Deluxe тебе предстоит проявить не только смекалку, как в большинстве стелс-игр, но и чудеса реакции. Но не все так печально, как может сначала показаться. Со временем тебе откроется доступ к другим клонам, среди которых будут персонажи с уникальными способностями, такие как невидимки, телепортеры, спринтеры и даже клоны, умеющие создавать свои голограммы, которые будут отвлекать охранные системы. Кроме того, приятной особенностью игры является встроенный редактор уровней, в котором ты сможешь вдоволь поупражняться в создании собственных смертельных комнат. Плоды твоих трудов и изощренные фантазии ты сможешь добавить в общую онлайн-библиотеку уровней, в которой самые умелые игроки, пройдя уже по нескольку раз кампанию, оттачивают свои навыки. Уже сейчас моделированных испытаний в игре тысячи, причем некоторые из них по оригинальности превосходят творение Carve Studio. Вот так разработчики незаметно переложили заботу о дальнейшем развитии игрового контента на плечи самих игроков, отчего сама игра только в выигрыше. Также в Stealth Bastard присутствует таблица рекордов прохождения каждого из уровней, которая внесет дух соревнования даже в одиночное прохождение игры. Из минусов можно отметить сложность для неопытного игрока. Для геймеров-хардкорщиков это скорее плюс. Управление не вызывает претензий, но игры подобного направления лучше проходить все-таки за геймпадом, ведь сенсор не даст тебе стопроцентной точности. Плюсов у игры масса. К таким можно отнести оригинальность и свежесть геймплея, реиграбельность, легкость в освоении, стильная пиксельная графика и потрясающая электронная музыка. Stealth Bastard Deluxe это хорошая тренировка твоей реакции и отличный тренажер для пальцев, завернутый в атмосферный стелс-платформер. Рекомендуется всем любителям стелс-игр и ностальгирующим фанатам хардкорных аркад. В итоге, всего за 70 мегабайт, ты получишь массу часов увлекательного геймплея, стертые в мозоли пальцы и неисчислимое количество поводов проклинать геймдизайнеров, придумавших уровни к этой игре. Так что крепких тебе нервов! Вот и все, что я так хотел тебе рассказать. Если тебе понравилось, качай, ставь лайк, подписывайся на канал и вступай в группу, там еще много интересного. Это был обзор от Mob.ua и я Трэш. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok